Можно зарабатывать в месяц 5 тысяч долларов. Да? Понятно. То есть цель, желание, когда оно закрыто во временные рамки и в денежные рамки, появляется конкретная цель. Но есть, есть три составляющие необходимые для постановки цели. Мы сегодня с вами будем заново учиться ставить цели. Именно постановка цели. Три составляющие. Первое. Не считая хронических болезней, необходимо здоровье. Здоровье. Здоровье необходимо. Вот допустим, сегодня вы на мотивированный пришли домой, вдруг раз что-то в голову. Вам не до цели. Вам не хочется. Вам даже если кто-то звонит, вы скажете, слушай, мне не до этого сейчас. Да? Пока меня не отпустят. Здоровье очень и очень важно. Вот. Поэтому, поэтому следите за своим здоровьем, за здоровьем своих близких. Мне очень-очень близки принципы компании. Это свое собственное здоровье и здоровье своих близких. Это очень и очень важно. Что еще необходимо. Какая составляющая еще? Второе. Второе. Это концентрация на цели. То есть концентрация. 80% своего времени, своей концентрации, вы должны сосредоточить именно на постановке цели. Именно на том, что вы очень сильно хотите. То есть, что происходит? Мы будем про это говорить. После того, как вы сосредотачиваетесь на цели, происходит составление стратегического плана. С кем я буду это делать, как я буду это делать и где я буду это делать? Это составляющие цели. То есть, цель должна весить кило. Кило. Что такое кило? Буква К. Это конкретность. Буква И. Это измеримость. Буква Л. Это локальность. Буква О. Это определенность. Цель весит кило. Если она не весит кило, это не цель. Итак, три составляющие. Здоровье. Концентрация на цели. Концентрация на цели. И третий. Третий. Выбор стратегии. Выбор стратегии. Вот вы видели, допустим, салон красоты. Работают четыре мастера-стилистов. У одного очереди записано на неделю, а трое сидят и отдыхают. Слышали? Видели? Почему? Ножницы другие. Салон другой. Солнце не с той стороны встало. Что не так? А? Ого. Те трое учились в такой академии. В крутой. И делают не хуже. Человек. Ну, а не. А? Конечно же. Все дело в человеке, который стоит там. Его стратегии. Его стратегии, его маркетинге и так далее. Но в основном, вот я после работы в школе, некоторое время мне пришлось проработать парикмахером-стилистом. Да? Я думал, что мои руки делают. Но потом, после того, как я стала уже объективно относиться к своей работе, уже оставив ее, я понял, что я не был асовым мастером. Но я использовал очень классные маркетинговые ходы, которые привлекали ко мне мою клиенту. Да? Вот. Это вот очень важно. Это выбор стратегии. Выбор стратегии. Стратегии очень разные. Предположим, стратегия работы онлайн. Там тоже есть разные стратегии работы онлайн. Да? Допустим, кто-то работает так онлайн, кто-то работает по-другому онлайн, кто-то еще. Разные-разные стратегии. На самом начале пути, в самом начале пути, я выбрал стратегию, которая называется 20 плюс 5 плюс 1. Хотите я вам расскажу? 20. 20 плюс 5 плюс 1. Это стратегия оффлайн. Тогда даже соцтелефонов не было, не то что интернет. 20 плюс 5 плюс 1. Но я вам расскажу историю своего прихода в сетевой маркетинг. Первая моя компания, это была компания с БАДами. Я пробовала ей один год. Один год. Но я ушел из нее. Почему? Потому что меня не стало устраивать работать с БАДами. Почему? Потому что, ну понимаете, я не врач. Я биолог по образованию, но я не врач. Я хорошо, в принципе, разбираюсь в составах, инструкциях и так далее. Но в любом случае, я не врач. Пробыв там год, в этом маркетинге, в этой компании, потому что во всех литературах написано, надо пробыть в этой компании хотя бы один год, делая одни и те же действия. Если вот у вас есть люди, которые на грани хотят уйти, попросите их побыть один год. Это очень важно. После года работы с БАДами, после года работы с БАДами, я пришел на презентацию крупной европейской косметической компании. На презентацию. Все были на презентациях? Да. Все знаете, что такое презентация? Да. Ну, супер. Экзамер будет чуть попозже, как мы знаем, презентация. Вот. Ну, не бойтесь, ладно? Вот. Чего-то вы так приуныли всех. Вот. Итак, прихожу, значит, я на презентацию, там сидит человек 20, а я, значит, прирожденный оратор в этом педагогическом институте. Я занимался тоже ораторскими искусствами, ходил там на посетительные занятия. Сел на первый ряд, на ганану, вот такой сижу, но думаю, ну что ж опять будут рассказывать в этой компании. Значит, мне молодая девушка, 50 лет, вот, она только что подтвердила статус директора, получает 500 долларов в месяц, месячные каталоги тогда были, и тысячу долларов она получила чек. И она такая довольная, она такая довольная, и она проводит презентацию. Или под натиском моего внимания, или просто от того, что она не выучила текст. Она постоянно забывала то, что, о чем она говорит. Вот. И ей приходилось, ей приходилось подходить к окну, подходить к окну, да, вспомнить текст. И она не вспоминала текст, разворачивалась, встала и говорила, круто зарабатывать 500 долларов. И вот так вот было 40 минут. Круто зарабатывать 500 долларов, это стало моим якорем. Это было произнесено 18 раз. Я ничего из презентации не помню. Я понял, что она зарабатывает 500 долларов в месяц, ей за 50 лет, она в возрасте моей мамы. А я жил на тот момент не в Ташкенте, я жил в пригороде Ташкента, 70 километров от Ташкента. Это районный центр Сырдарья, 30 тысяч населения. И, значит, вот таким вот образом я прослушала презентацию, вышла к наставнику, который меня пригласил. Я говорю, вы знаете, я ничего не поняла, но я поняла, что можно зарабатывать 500 долларов. Получите как? Она говорит, вы знаете, у нас есть волшебная формула. 20 плюс 5 плюс 1. Я говорю, что за формула? Она же говорит, покупаете 20 каталогов. 20 каталогов. Раздаете их, у вас появляется 5 клиентов, и один человек, который, даже которому вы не рассказываете, он хочет с вами работать. Вот такая формула, простая. 20 плюс 5 плюс 1. Я говорю, круто. А сколько каталоги стоят? 1 доллар. Вот как они у нас стоили 1 доллар в то время, 15 лет назад. Это 2002 год, я рассказываю. 2002 год. 15 лет назад. Вот они сейчас, в Викстане, тоже стоят 1 доллар ровно каталогу. У нас печаль очень дорогая. Не знаю, что у нас в копах есть. Но печаль очень дорогая. Стоит 1 доллар. Каталог им говорит, ничего не изменилось. Вот. За 15 лет. И я, значит, такой довольный. 6 долларов отгоню за регистрацию. 20 долларов за 20 каталогов. Затариваю их в свою сумку и еду в свой районный центр. А дома, кто вас ждет? Дома ждут помощники вашего успеха. Правильно? Мужья, дети, родители. Они же верят в вас. Правда? Мы так ошиблись. Это же правда. Они верят. И они говорят, какой ты молодец, что зарегистрировался. Сколько тебе надо клиентов? Давай мы все по соседям разместим. Заказы тебе принесем. Людей надо регистрируть домой. Сколько регистраций. Люди хотят. Так же, да, у нас происходит? Ой, как круто. Мои помощники поступили со мной совсем по-другому. Вот. Когда я приехала, у меня мама главный цензор вообще. Она все понимает, она все разбирается. Она так сначала сначала смотреть каталоги. Говорит, о. И потом ее первая фраза была, говорит, сынок, я думала, вот у тебя все-таки меньше образование, у тебя вот чуть-чуть голова соображает. Ну отдать 20 долларов за 20 каталогов, ну это вот, ну нормально человек этого не сделает. Ну ладно, ты у меня чудак из детства, тут чудак у мамы. Потом она посмотрела, говорит, ну в принципе бумага неплохая, года два три мы можем смотреть, чем белые люди пользуются. Ели для душа сына, а у нас же воды нету в колодке, мы же таскаем в ягоди. Какие души? У нас души-то нету, да? Вот, у нас такая проблема с водой была. Вот, понимаете? Ой, а помада за доллары, кто же это будет покупать? Я говорю, мам, ты знаешь, там женщина, она 18 раз сказала за 20 минут, что 500 долларов в месяц зарабатывает. В твоем возрасте. Она говорит, знаешь, в городе женщины, вот они же раки будут, ну губы будут краситься. А у нас не так, у нас люди думают о хлебе. У вас, наверное, тоже так же или нет? Да. Да? Вот смотрите, это было 15 лет назад. Вот. Это уже история, то же самое. Вот. Ну она меня успокоила, ну ладно, сын, ну ладно, отдал, отдал 20 долларов, ладно, бог с ним, будем смотреть. Потолоке, потолоке, хорошая, вот. Но по другому назначению ее не используешь. Вот. И вот такая вот тематика у меня начинается. А я-то думаю, у меня же волшебная формула, у меня же стратегия. Стратегия 20, плюс 5, плюс 1, 20, плюс 5, плюс 1. И я на следующий день, на следующий день пошел показывать каталогии. Пошел показывать каталогии, а я иду у меня в сумке, значит. Я иду и, знаете, мне вот... Ну молодежь говорит, западло, а мне как-то стыдно. Ну стремно, да, вы сами понимаете, да? Ну мне тогда было где-то, ну, около 30 лет, но все равно. Я работаю замдиректора по воспитательной работе в школе. У меня было 200 акнеолог, преподавал 200 акнехимии. Детей я готовил в институты медицинские там и так далее. И сами понимаете, да? И вот таким вот образом я думаю, о боже, вот так вот как-то стыдно. Прошло 3 дня. Прошло 3 дня, звонит твой мудрый наставник. Мудрый наставник. И спрашивает, Беркин, какая тебе нужна помощь? Она не спросила, у тебя заказы есть, ты слетаешь со стартовой программой. Нет, она мне спросила, какая тебе помощь нужна? Я знаете, что сказала? Я говорю, мне никакая помощь не нужна. И часто, когда меня спрашивают, с чего начинается бизнес в Фаберлифт, я отвечаю, бизнес в Фаберлифт начинается с честного отношения к себе. Запомните, относитесь к себе честно. Вот с этого начинается Фаберлифт. А я как честно относящийся человек к себе, я говорю, нет, мне никакая помощь не нужна. Она говорит, а почему? Я говорю, а потому что я ничего не делаю. А у нас же люди как говорят? Всем показываю, никому ничего не нужно. Вам так говорят? Слушайте, и в Узбекистане говорят. Вообще все одинаково. В Узбекистане цены дороже, чем у вас в 3 раза. Тоже говорят. У меня тоже так же говорят. А я всегда говорю, а все это кто? А не кто это кто? Есть имена у этих людей? Все это кто? И вот таким вот образом я говорю, ну вы знаете, почему мне не нужна помощь? Потому что я ничего не делаю. А почему вы ничего не делаете? Я бы сказать вам честно. Мне стыдно делать. И вот единственная фраза, которая столкнула меня с мертвой дочкой, это было 7 сентября, и я до сих пор помню. Это было рождение мое в сетевом маркетингу. Она мне сказала, если вам эти слова запахнут душу, пусть они будут вашими тоже. Я ни в коем случае не хочу вас оскорбить. Она мне сказала, мертвец, скажите, а вам не стыдно быть бедным? На что я бросил трубку и сказал, я в вашем маркетинге работать не буду. Меня это оскорбило. Кал, меня с высшим образованием назвали бедным. У меня есть одежда, меня постоянно родители учили. Крыша есть, одежда есть, казан кипит, все. Ты уже богатый, да? Не надо тебе ничего лишнего. Но опять же старые стереотипы. И вот после этого, после этого, после этого, вот эта фраза всю ночь не давала мне покоя. Всю ночь она мне не давала покоя. И только к утру у меня пришло осознание того, я ругал всех. Я ругал своих родителей, что они не такие, почему у них нет достойного образования, почему они живут именно здесь, они в другой стране. Почему у меня такое образование, почему я не уехал там в другую страну и так далее. Я ругал всех, понимаете, все я ругал. Но не ругал только себя, только к утру пришло осознание того, а что я делаю для того, чтобы приблизить себя к своей мечте и к своей цели. А ничего, я делаю одно и то же. Если сегодня вы делаете то же самое, что и вчера, закон вообще будет таким же, как сегодня. Если сегодня вы делаете больше, чем вчера, завтра чек будет больше, чем сегодня. Запомните. Это нестина. Вот. И только на следующий день я вышел с каталогами. И когда мне сказали, вы знаете, надо так любить эту работу, чтобы быть успешной. А у меня, знаете, у меня было такое чувство ненависти, как всем этим людям, которым я давал каталоги, их этим каталогами я буду разорвать готовить. Вот. А меня еще, знаете, научили, чтобы легче было. Чтобы легче было, говорю, ты делай так. Вот люди боятся брать каталоги. У вас не боятся? Боятся. А, до сих пор боятся. Да, у нас тоже до сих пор боятся. И боялись 15 лет назад. Ты даешь каталог, ты говоришь, можешь ничего не заказывать, завтра я к тебе зайду. Лишь бы взял. Вот взял пикетчику, все. Вот это было 15 лет назад. И я вот эту методику начал использовать. Даю в руки, человек берет, я говорю, можешь ничего не заказывать, я завтра зайду и бегом. Лишь бы он мне не отдал обратно. И это 20 каталогов. Представьте, я прихожу домой, как будто бы я в шахте отработала. Это очень тяжело. Почему? Потому что это есть изменение. А изменение – это больно. А изменение, изменение – это больно. Понимаете? И это очень больно. Вот это психологическая ломка. И если человек не может себя ставить несколько раз в день в неудобное положение, он не лидер. Запомните. Если вам комфортно, и вы себя не можете ставить в неудобное положение, вы не лидер. И может быть, вам и не нужно этим заниматься. Это ваша правда. И вот только после этого, только после этого, на следующий день я пошел собирать каталоги. Ура, волшебная комната. У меня должно быть пять заказов сегодня. И один человек сам попросится ко мне в структуру. Не тут-то было. 20 каталогов, которые я раздала из 20 человек, к моему великому сожалению, удивлению. Ни один не сделал заказ. Но я честный человек. Я пошел и стал делать заново еще 20 каталогов следующим людям. Я пришел домой, я как будто бы в шахтах поработал. А дома нас ждут кто? Помощники. Они верят в наш успех. И они говорят, ты молодец, ты это сделаешь, ты крутой. Вот. Правильно? Сколько у меня души такие помощники? И у меня мама. Ну что? Я говорю, ты представляешь, ни одного заказа. Она говорит, ну я же тебе говорила. У нас никто ничего заказывать не будет. Никто ничего заказывать не будет. Я же тебе говорила. Иди на нормальную работу. Я потом начала осознавать одну вещь, будучи уже лидером и руководителем огромной организации. Я сказала, вы знаете, мне, вот я даже сейчас к людям приходит, когда, я говорю, вы нормальный человек? Говорит, да. Я говорю, тогда вы мне не подходите. Почему? Я говорю, мне нормальные не нужны. А какие? Мне нужны ненормальные не нужны. То есть, почему? Потому что у нормальных людей в голове нормальные кошельки для зарплаты. А мне нужны сумасшедшие люди, чтобы у них не было рамок в их кошельке. Понимаете? Мне нужны чокнутые, ненормальные люди. Понимаете? Которые будут делать все. И они будут верить в это. Понимаете? Вот это вот очень важно. И вау! На следующий день у меня появился первый результат. Четыре человека мне сделали заказы. И ровно через месяц позвонил мой наставник и сказал, у тебя 1200 баллов. И 18 человек подписаны в первую очередь. Спасибо. Спасибо.